Отдыхаем мы без детей, но в зоопарк решили сходить. Все-таки интересно посмотреть, какой он европейский зоопарк. А здесь прямо у входа стоит вот эта карта зоопарка, и здесь есть счетчик, который учитывает количество посетителей. То есть там и билетик вставили, а здесь цифра обновилась. Вот сейчас 1278 посетителей в этом зоопарке. Вообще супер-мега веселый Мишка. Он просто показывает в мастер-класс, как нужно купаться в бассейне. Прям очень-очень позитивный. Вот это зоопарк, вот это Мишка. Я радовалась, как ребенок. Муж не без труда уговорил меня посмотреть и других животных. Тут в этом зоопарке прям такой лес. Я даже не знаю, мы увидим животных среди этих зарослей или нет. Прожане поселили свой зоопарк в прекрасных условиях. Гигантская территория с естественной растительностью и самыми настоящими горами. Например, вот эти казны наверняка чувствуют себя как дома. В Чехии все самое интересное находится на холмах. Прага на девяти холмах. Мы были в замках тоже на холмах. Вот зоопарк, он тоже расположился на холмах. Вот здесь это очень сильно видно. Естественный холм, естественная природа. И животные их поселили здесь, в такой среде. Здесь нет ощущения, что животные в плену. Наоборот, ты зашел к ним в гости. Они настолько близко, что кажется, что можно вот-вот подойти их и погладить. Или там дотянуться рукой. Мы долго смотрели, как лемуры щиплют листья с наших, а вовсе не тропических, деревьев. Так радовались тому, насколько близко зверьки. Позже выяснилось. Наблюдали мы за ними прямо из их вольера. Эти зверьки, они ходят просто под ногами. Я не знаю, насколько они опасны, но думаю, что они очень опасны. И раз это все так разрешено. Но это очень здорово, когда ты можешь вот так рядом стоять, рядом с животными, которых там видишь второй раз в жизни. Как будто на Мадагаскаре побывала. Действительно, там же люди как-то живут вместе с этими животными. Сказать, что я в восторге, ничего не сказать. Потому что это какой-то невероятный детский эмоций, детский восторг. Вообще просто. Я никогда не делала селфи с лемуром. Я, конечно, далека от зоологии, но заметила, что в этом зоопарке животные не изолированы. Здесь созданы своеобразные экосистемы, в которых уживаются представители разных видов. Находясь в Чехии, можно также отправиться в индонезийские джунгли. Об этом павильоне пишут во многих путеводителях, в которых описывают зоопарк. Вот мы тоже посетим его сейчас. Вот атмосфера, прикольная. Музыка звучит, лодки стоят, индонезийские женщины вокруг и даже джунгли. Когда мы отправились в джунгли, еще не понимали, что нас ждет практически настоящий тропический лес. И если днем наши глаза способны замечать его обитателей, то ночью мы оказались практически беззащитными. Мы сейчас в павильоне, видимо, ночных животных. Мало того, что тут квест «Найди зверя», так еще мыши летучие летают. Вот это я понимаю в контакте с зоопарком. Блин, как же пройти? Слава богу, светом, слава богу, мыши не летают. Это кошмар, там реально летают летучие мыши из угла в угол. Мы там шли вдоль стенки, наверное, полжизни там потеряла в этом контактном зоопарке с ночными животными. А вот еще один занимательный павильон. Не хотела бы я оказаться с ними один на один. Зоопарк, похоже, очень толерантный. Тут отдельные вольеры есть даже у тараканов. Раскормленные такие, сытые. Здесь еще один павильон, видимо, с ночными животными. Даже страшно туда заходить после пауков и тараканов. Сложно представить, что там может ждать. Кстати, от птиц тоже не знаешь, чего ждать. Честно, я представить не могла, что они будут летать прямо над головой. Хорошо, хоть на плечи не садились. Тут, видимо, принято не только летучих мышей отправлять в свободный полет. Вот здесь птицы, они тоже, в принципе, от окружающего мира они огорожены. Но посетители могут почувствовать на себе общение с ними, потому что здесь нет сетки. То есть я не знаю, что они укусят меня сейчас. Или я не знаю, надеюсь, что нет. В общем, надо держать ухо в остров зоопарке, чтобы путешествие по нем было действительно приятным. Вообще, конечно, это здорово, когда в зоопарке есть простор. Всегда очень жалко животных, бедных, несчастных, которые ужасно выглядят и еле двигаются в своих крохотных клетках. А птицы забыли, для чего у них крылья. Здесь не так. Здесь видно, что им хорошо. Необычно, конечно, ходить по зоопарку, в котором варьеры открыты, нет сеток, нет никаких ограждений. Сюда надо ехать на целый день и в удобной обуви. Прогулка станет настоящим приключением. Чего стоят эти неожиданные контактные павильоны. В зоопарке все продумано, чтобы провести там время с комфортом. Много кафе. Кстати, с неожиданным для нас меню, в котором есть и пиво. Но это Чехия, друзья. А вон павлин идет в ресторан. Что касается таких бытовых моментов, как, например, туалет. Их на территории парка в избытке. Чистые и удобные. Получше, чем в некоторых российских кафе. Много лавочек, удобная навигация. В пражском зоопарке русских туристов порадует еще то обстоятельство, что все таблички, вся информация, она продублирована на русском языке. Например, здесь много всякой интересной информации. Мы можем прочитать, что первый пражский слоненок родился 11 февраля 2013 года. Такой вот интересный факт. С юмором подошли оформители зоопарка и к традиционным указателям. Толкать или тянуть сразу понятно. Это табличка, наверное, сделана для русских туристов, которые не очень знают языки. Дверь нужно толкать. Для двери тоже есть рисунок, только здесь нужно тянуть. Гулять можно даже со своими животными. И для них предусмотрены своеобразные туалеты. Стоечки с пакетами расставлены. Есть и поилки. Правда, с собачкой не во все павильоны можно заходить. Есть детские площадки, но, как правило, дети не отходят от вольеров с животными. А вот в этом вольере сегодня ничего не выставлено. Я шучу. Все очень демократично и открыто. Почти нет никаких решеток. Ограничивает пространство животных, например, ров. Ну а хищники отгорожены стеклянным забором. Мы попали под дождь и укрылись в одном из экспонатов. Его построили не для того, чтобы просто смотреть. Он позволяет погрузиться в атмосферу. На улице снова дождь, поэтому мы прячемся здесь. И мы здесь не одни такие. Много всяких интересных штук, сувенирные магазинчики, выставки. Боюсь, мы далеко не все успели посмотреть за один день в этом чудесном зоопарке. Но вы уже поняли, что я от него в восторге. Кроме животных, в этом зоопарке еще можно посмотреть, как развивалась наша планета на протяжении сотен миллионов лет. Вот, например, вот эта окаменелость, она была сформирована несколько миллионов лет назад. Вот в рамках всей дорожки выставлено несколько этих окаменелостей. А вот здесь, на информационных стендах, еще отмечено, как менялись наши материки. То есть изначально они находились не в том месте, где они находятся сейчас. Здесь это представлено вместе с этими окаменелостями, вот в качестве примера. Некоторых животных мы не успели увидеть в естественных условиях. Было уже довольно прохладно, и их перевели в зимние вольеры. Конечно, не такой простор, как на улице, но все-таки чистенько и запаха нет. А это о многом говорит. Наблюдать за ними сплошное удовольствие. Братья! Другие животные сами прятались, уходили с улицы в помещение. Но это не значило, что нужно было долго и упорно ждать, когда они соблаговолят выйти и показаться посетителям. Их домики доступны для просмотра со всех сторон, и снаружи, и изнутри. Их домики доступны для просмотра со всех сторон, и снаружи, и изнутри. Завершается наша прогулка. Мы вернулись к счетчику, чтобы посмотреть, сколько посетило этот зоопарк за сегодняшний день. И судя по этим цифрам, здесь сегодня побывало 2330 человек вместе с нами. Я могу сказать, что эти 2330 человек очень счастливые люди, потому что зоопарк действительно замечательный. Здесь очень здорово гулять. Большая территория, зеленая, воздух чудесный, прекрасный. Есть кафе, в которых продается пиво. Достаточно туалетов они везде. Какие-то сувенирные магазины, животные, потрясающие животные, которые хорошо себя чувствуют. Видно, что им здесь нравится, что лемуры даже не разбегаются из своих клеток. Хотя у них, в принципе, какие-то возможности для этого есть. По деревьям, по деревьям. Но, судя по состоянию животных, все-таки, наверное, им здесь неплохо. И гулять здесь очень здорово. Есть у вас дети, нет детей. Я думаю, что в зоопарк этот нужно приехать. По зоопарку можно гулять с самого утра и до позднего вечера. Но, к сожалению, он закрывается в 18 часов. Но зато прямо напротив зоопарка, через дорогу, располагается прекрасный Тройский замок. И вот здесь тоже можно погулять по его территории. Тем более, что некоторые составители-путеводители включают его в десятку мест, которые обязательно стоит увидеть в Праге. Да, строить раньше умели. Это просто прекрасно. Замок построен в 17 веке, но сейчас здесь на одном этаже музей. А вот конюшни отданы под ресторан. Так что здесь можно не только погулять, но еще и сходить в кафе. Еще говорят, здесь есть винный погреб и дегустация вино. В общем, место достойное для того, чтобы его посетить, я так думаю. Ну вот в Праге, где 300 солнечных дней в году, снова начинается дождь. Поэтому мы сейчас быстренько погуляем по территории замка. Не пойдем в ресторан и поедем, наверное, куда-то поближе к дому. Спасибо. Спасибо.